В Мормонске стартовал оригинальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Это масштабный для страны событие, в котором ежегодно принимает участие тысячи детей. Какие произведения читали в областном центре в этот раз, и что для участников оказалось самым волнительным в конкурсе, расскажет Кристина Харатова. Пока одни дети прячутся под партой, чтобы их не вызвали к доске рассказать наизусть произведение, другие учат его и выходят на сцену, чтобы все услышали. Конечно, такие выступления проходят не на уроке, а в рамках всероссийского конкурса «Живая классика». Школьники с 5 по 11 класс участвуют в нем, чтобы показать свой талант. При этом дети выбирают произведение самостоятельно. Они выбирают абсолютно любое произведение, которое подходит им по возрасту. Если он не будет связан с этим произведением, он его не прочувствует, не поймет, то, конечно же, подача будет совсем другая, и жюри, конечно, это оценит. В этом году в региональном этапе конкурса участвуют 46 детей. Все, конечно, мечтают победить, но для этого им надо сильно постараться. Одна из членов жюри сегодня, шеф-редактор и популярная радиоведущая Соня Баженова признается, что оценивать детей непросто, ведь ребята вкладывают душу в свои выступления. Однако приходится сосредоточиться и судить их по всем критериям. Для меня важно четкое произнесение текста, действительно правильные интонационные паузы, потому что, когда они выстроены неправильно, теряется вообще все. Не хочется даже слушать порой. Тембр голоса для меня важен, как человека, который 25 лет работает на радио, и который, в принципе, голосом умеет владеть. Еще судья дала совет участникам на будущее, что готовиться к конкурсу лучше всего не самостоятельно, а с педагогом по актерскому мастерству. Ведь не только без запинки выученным произведением чтец должен завлекать слушателя. Нужно красиво подать себя на сцене, чтобы выступление было полноценной постановкой, длиной в 4, установленной регламентом конкурса «Минуты». Это прям видно. Школа театральная, постановка голоса, позиция, все это видно. Бывает так, что готовят преподаватели литературы. Это я сейчас не хочу умолить там ни чьи достоинства и прочее, но все равно, когда готовит профессионал, это, конечно, круче. Я думаю, что дети, которые, в принципе, уже подают заявку, точнее их там руководители, кураторы, кто, они уже им дают такую разнарядку, что можно взять уроки. Мне так кажется. Потому что если этого нет, то это плохо. Участие в этом конкурсе для школьников большое событие. Некоторые из ребят сегодня здесь впервые, а кто-то опытный чтец. В этом конкурсе я участвую уже второй раз, но в прошлый раз я не прошла даже школьный этап. А в этом году так получилось, что я уже на региональной. Я буду читать Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Мне кажется, что это произведение на военную тематику. И мне кажется, что в наше время это самый лучший выбор, чтобы показать людям это время, что надо делать. Я сегодня читаю произведение Бориса Ганага «Письмо Богу». Наверное, я его выбрала, потому что он мне подходит по душе, потому что я его прям очень сильно прочувствовала. Ну и вообще мне вот, когда я его читаю, мне становится приятно. По итогу регионального отборочного этапа во всероссийский финал конкурса пройдут три человека. Именно они отправятся в детский лагерь «Артек» бороться за звание лучшего чтеца страны.